Спорт – норма жизни. Этот девиз хорошо знаком жителям нашего края, в том числе молодежи. В этом году слоган актуален как минимум по двум поводам. Во-первых, 2021 объявлен годом молодежи в нашем регионе, а во-вторых, годом детского спорта. Однако инициативные ребята, не опираясь на поддержку власти, решили своими силами запустить проект по развитию бега в нашем городе. Идея принадлежит двум учащимся Ульяновского института гражданской авиации. Диме Розенбергу и Никите Шептицкому. По их словам, бег – это наиболее доступный и действенный вид легкой атлетики. Здесь тебе и здоровый образ жизни, и общение с ровесниками. Мы решили именно бег выбрать, потому что бег никак сейчас очень сильно актуален. У нас беговое сообщество в России очень сильно развивается. И ребята хотят заниматься этим спортом, потому что для него нужно всего лишь кроссовки, не нужно никуда записываться в залы, никакая начальник двух ножа. Можно действительно просто взять некие кроссовки, надеть спортивную форму и выбежать на улицу. Для этого не нужно отводить специальное время в количестве дня, не нужно писать на какие-то секции. Ты можешь сделать как после работы просто выйти, так и после института. Сначала беговое комьюнити было немногочисленным, но с каждым новым забегом ряды бегунов расширяются. Ребята кидают клич на пробежки в социальных сетях. Случается, что непосредственно на улицах к бегущим присоединяются заинтересованные люди. В таком случае группа не замыкается только рамками молодежи. Этим ребятам нипочем ни гололед, ни снегопад или другие неблагоприятные погодные условия. Два раза в неделю они собираются для того, чтобы устраивать забеги по нашему городу. В приоритете здоровый образ жизни, а геолокации каждый раз разные. Беговые маршруты предварительно обговариваются и выкладываются в интернете. В планах есть забеги не только по городу, но и по области. Также есть идея экстремальных бегов, для которых нужны специальные разрешения от органов власти и страховочное сопровождение. Например, пробежка с президентским мостом, который мы сейчас организуем. Для нее нужна организация от Министерства транспорта нашего области. И также у нас идея пробежаться по некоторым красивым городам Ульянской области. По красивым местам, например, граненое ухо. Также мы уже нашли некоторые интересные места в Сингиреи и в Ундорах. Каждый из молодых людей считает независимый беговой проект Ульяновска важной составляющей их спортивных интересов. Я считаю, что это полезно для здоровья, потому что в наше время, да и со временем карантина, все начали сидеть дома. Я считаю, что это правильное дело движения. Жить – это есть движение. В команде бегунов есть как новички, так и спортсмены со стажем. Так Никита Шептицкий профессионально занимается бегом с третьего класса школы. Молодой человек уже пробежал четырехчасовой марафон летом прошлого года, а также несколько полумарафонов как летом, так и зимой. Также в копилке Никиты числится 20-километровый забег по льду Байкала и 14-километровый забег по Волге. Мы посмотрели, подумали по поводу этой идеи, посмотрели, какие беговые сообщества есть в Ульяновске и поняли, что в Ульяновске бег находится не в самом лучшем положении. С чем это может быть связано? Какие есть предположения, догадки? Ну, я так думаю, что просто Ульяновск не особо-то большой город, не особо много людей тут живет, потому что я сам из Ангарска. Ангарск примерно такой же город, он находится в Иркутской области. Своей сибирской закалкой Никита мотивирует молодежь Ульяновска и надеется передать друзьям большую любовь к спорту. В целом, ребят не пугают погодные условия, если они не представляют опасности здоровью. Также бегуны надеются, что к лету их число существенно увеличится, ведь приверженцев здорового образа жизни в нашем крае с каждым годом становится все больше и больше. Антон Никонов и Даниил Сурков, Улправда ТВ.